Госдума на время приостановила визиты депутатов в США. Госдума сделала выводы из инцидента с допросом депутата Ингиумашевой, которая направлялась на официальное мероприятие в США и была допрошена ФБР в аэропорту. В ответ на недружественные действия и циничную провокацию депутаты приостановили визиты в США, но только на время. В перспективе официальные поездки в Штаты будут прорабатываться тщательнее, Дума предлагает, чтобы дипломаты встречали депутатов в аэропортах. В целом российские парламентарии не собираются рвать отношения с американскими коллегами и рассчитывают привлечь их к поиску выхода из ситуации. Депутаты Госдумы свернули визиты в США, запланированные на ближайшее время. Фото Александр Корольков, РГ. Напомним, депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс», который состоялся 6 октября. В мероприятии участие она все же приняла, однако этому предшествовал вызвавший резонанс инцидент. Сотрудник ФБР допросил депутата в аэропорт у Нью-Йорка. Сообщивший об этом посол России в США Анатолий Антонов пояснил, что допрос продолжался около часа, при этом Юмашевой задавали абсолютные непонятные, неясные и неприемлемые вопросы. Позже ей было предложено продолжить разговор в неформальной обстановке. Минус. В Госдуме обсудят ответ США на инцидент с депутатом Юмашевой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал подобное отношение к гражданам РФ недопустимым. Юмашева, которая возглавляет группу дружбы с Конгрессом США, многое сделала для того, чтобы отношения в это непростое время между парламентами развивались, подчеркнул спикер ГД. К чему эти допросы? Удивился Володин. И почему в этой ситуации присутствовала ФБР? На эти вопросы мы хотели бы получить ответ. Спикер ГД направил обращение спикеру палаты представителей Конгресса США Нанси Пелоси, призвав провести проверку действий спецслужб США в связи с инцидентом. Володин призвал американскую коллегу принять все зависящие от нее меры по недопущению подобных недружественных действий в будущем. Уверен, что как руководители парламентов, непосредственно представляющие интересы наших граждан, мы не можем допустить дальнейшей деградации ситуации, подчеркнул он. Вячеслав Володин призвал спикера палаты представителей Конгресса проверить действия спецслужб США. Громкая тема обсуждалась на заседании Совета Госдумы. Поездки в Штаты временно приостановлены, но депутаты никоим образом не сворачивают работу в области парламентской дипломатии США, подчеркнул по итогам дискуссии председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Командировки приостанавливаются именно временно в ходе последующих визитов депутаты хотят иметь дипломатическое прикрытие. Международный комитет ГД обратился к послу Анатолию Антонову с просьбой, чтобы дипломаты встречали депутатов во время их предстоящих командировок в Штаты. Такая же система должна действовать и при пересадке депутата в аэропорту в США, считает Слуцкий. Нам надо быть аккуратнее в плане того, что предупреждать, что будет пересадка с рейса такого-то из Москвы на рейс такой-то на Сан-Франциско, и просьба встретить, проводить и оказать соответствующие содействия, заявил он. На всякий случай, если и вас остановит ФБР. Как подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Всеволод Сазонов, российских граждан достаточно часто задерживают в аэропортах иностранных государств. Поэтому надо быть готовым проявить выдержку, спокойствие и юридическую подкованность. Во въезде в чужую страну могут отказать, например, если цель поездки не соответствует заявленной. В таком случае у гражданина могут аннулировать визу и отправить его обратно на родину, подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов. Поэтому, если у вас туристическая виза, не стоит в ответ на вопрос пограничника говорить, что приехали на бизнес-конференцию или искать работу. Банкиры предложили при оплате таможенных пошли не использовать доллар. Но, пожалуй, самое распространенное нарушение ввоз и вывоз каких-то запрещенных товаров не обязательно чего-то криминального, где-то есть ограничения на какие-то продукты питания, где-то на лекарства и т.д. Недостоверное или неполное декларирование товаров тоже может стать поводом для неприятностей. Задержать в аэропорту иностранного государства могут также по иным основаниям. Время задержания на границе за рубежом регламентируется местным законодательством, рассказывает Всеволод Сазонов. Минус. В Петербурге пассажира задержали за курение на борту самолета. После надо позвонить в посольство России в той стране, где происходить задержание. Советник Федеральной палаты адвокатов советует не подписывать никаких документов на иностранном языке в отсутствие переводчика или адвоката. В соответствии с Европейской конвенцией о защите прав и свобод человека 1950 год. У вас есть право связаться с консулом или представителем посольства РФ, а также право на предоставление переводчика, советуют Всеволод Сазонов. Не отказывайтесь давать объяснения, но сообщите, что сделаете это сразу же, как только к вам подъедет адвокат или иной представитель и переводчик. Не пытайтесь разрядить обстановку, любые шутки и странные поведения могут иметь негативные последствия и свидетельствовать о том, что вы что-то скрываете. Тем более не стоит шутить глупо, вроде у меня в портфеле бомба, где можно выгодно продать наркотики и так далее. Правоохранители что наши, что зарубежные таких шуток не понимают, реакция будет жесткой. Еще совет от юриста, следить в такой ситуации за своими вещами. Если же поступает предложение продолжить беседу в неформальной обстановке, вы имеете право отказаться от дачи объяснений и связаться с посольством, утверждает эксперт. Подготовил Владислав Куликов. Власть, работа, власть и внешняя политика, законодательная власть, Госдума, Россия и США. Субтитры создавал DimaTorzok